Поговорим про круговое движение. Смотрите, идея такая, что когда вы двигаетесь по кругу, да, ну вот где-то здесь двигаете, двигаетесь, крутите по этому кругу, скорость ваша может не меняться, да, у вас скорость все время одинаковая, то есть величина скорости не меняется, я это обозначил так. Модуль, видите, модуль скорости не меняется. Но направление скорости изменяется. Вот она смотрела сюда, теперь она Она смотрит вот сюда. Если я нарисую ее в разные стороны, она смотрит. Все время изменяется. Чтобы изменить даже направление скорости, вам нужно ускорение. И это ускорение называется центростремительное ускорение. Оно будет направлено внутрь, куда вы изменяете направление скорости. И находится вот по такой формуле. Зависит от скорости и от радиуса. Это центростремительное ускорение. оно будет вам объяснять, как найти, ну, то есть, соответственно, потом уже вы сможете из него найти силу, например, центробежную. Все-таки это всякие такие штуки. Главное понять, что здесь, в отличие, вот раньше мы там находили под другим формулом ускорения, помните, там были у нас и путь, и расстояние, разные штуки. Или там скорость 1 минус скорость 2, делить на время. Да, здесь это просто для кругового движения вот такая формула, да, и она удобна для нахождения разных штук. Например, давайте посмотрим один момент, который очень важен. Представьте себе трамвай. Да, бывают такие задачи. Вот у вас есть трамвай, вид сверху. Вы смотрите, как он двигается по кругу, и вас интересует сила в горизонтальном направлении, которая действует на него и в результате центробежной движения по кругу. Да, то есть, трамвай – это вид на вагон сзади. Травай, сила гравитации его тянет вниз, да. Но из-за того, что он движется по кругу, еще есть сила, направленная в горизонтальном направлении, я ее называю FG. Да, ну, можно назвать как хотите, по-другому. Сила в горизонтальном направлении, которая как бы сносит трамвай наружу. И вот здесь важно понять. Посмотрите. Рельсы толкают трамвай в середину и внутрь, заставляя его двигаться сюда. Но сам трамвай выламывает рельсы наружу. То есть, трамвай хочет, хотел бы двигаться наружу. Он стоит как бы на окружности все время. То есть, с точки зрения круга, его позиция не меняется. Да, он все время на круге. Значит, на него действуют как бы две силы. Одна, назовем ее центростремительная, это красные стрелки, стремится к центру. Другая центробежная. Но здесь проблема в том, что очень часто происходит такой как бы немножко конфьюжен в том, какие силы действуют на ваш трамвай, в каком случае. Вам нужно просто представлять в голове себе картинку. Если у вас задача спрашивается о том, с какой силой трамвай будет действовать на рельсы, то понятно, что это зеленые стрелки вас спрашивают найти. Трамвай будет выламывать стрелки наружу, выламывать рельсы наружу. Да, ему будет хотеться выехать наружу, но они его не будут пускать. И поэтому эта сила будет наружу. Иногда вас спрашивают, с какой силой трамвай будет толкать там что-то и так далее. С какой силой рельсы заставляют трамвай двигаться по кругу, да? Это красные стрелки. Но сейчас нас интересуют зеленые стрелки, я даже здесь нарисую это зеленые. Вот зеленые стрелки. Представьте, что у вас есть радиус, у вас есть скорость трамвая, у вас есть масса трамвая. Вам надо найти силу. Сила ищется. Вот формула для силы. Да? В горизонтальной плоскости. Всегда обязательно рисуйте картинку, потом записывайте данную. Добавляете формулу вот эту. Вместо ускорения получаете новую формулу. Находите. Все решается. Бывают более сложные задачи. Вот, например, в вертикальной плоскости у вас теперь стержень есть. И он двигается по кругу. Стержень движется по кругу, и на нем какой-то груз есть. Вот, посмотрите. Вот так вот по кругу. Я специально нарисовал сверху солнышко, снизу травку, чтобы вы понимали, как бы, что происходит, где вверх, где вниз. Да? Стержень движется по кругу. И спрашивается, в каком случае сила будет, он будет, груз взаимодействует на стержень сильнее, в каком случае слабее, да, стержень железный. Посмотрите, вверху, когда стержень, когда стержень вверху, какие силы на него воздействуют? На него воздействуют два типа сил. Вот здесь сила гравитации тянет груз вниз. И сила, здесь обозначено Fc, я напишу ее центробежная. Центробежная бежит от центра, центростремительная стремится к центру. Как-то так можно. И видите, они в разном направлении. Значит, в этом случае стержень будет растягивать, ну, на него будет, скажем так, давление не такое сильное, потому что сила гравитации, скорее всего, пересилит его, пересилит эту силу, с которой стержень растягивается, иначе он разорвется, да? Да, но она будет компенсирована, и вам нужно отнимать силы друг от друга. А вот во втором случае у вас сила гравитации и сила центробежная направлены в одном направлении, и поэтому на стержень будет более сильное воздействовать. Да, поэтому интересно понять, да, в каком случае какая сила будет воздействовать, понять, какие знаки будут в каком смысле, и понять, что это означает. И тогда вы можете решить задачу, понять, понятие суть, ну, только вставить для силы разные штуки. Да, и опять же, силу гравитации нам легко найти, а силу центростремительной тоже легко, массу умножить на А центростремительную. Ну, и это уже из формулы, там, скорость найдете и так далее. Двигаясь дальше, поговорим о периоде и частоте. Движение по кругу очень часто используется, ну, такая тема, как период и частота. Главная идея, в чем суть? Суть в том, что когда вы двигаетесь по кругу, вы можете двигаться быстро, можете медленно. Период измеряется в секундах. Вот, период. Буквой Т обозначен, измеряется в секундах. Это то, как долго длится ваш оборот. Вот, то, как долго вы двигаетесь, проходите все 360 градусов. А частота, иногда она обозначается буквой F, Frequency, или буквой греческой Ni. Она измеряется в единицах, деленных на секунду. Либо секунда минус первая, либо герц. Это все одно и то же. И частота показывает, как много оборотов вы делаете за одну секунду. И, соответственно, они как бы противоположны друг другу. Не противоположны, а обратные друг другу. Частота – это единица делить на период, а период – это единица делить на частоту. Ну, вот представьте, вы делаете 10 оборотов в секунду в герц. Это значит, что ваш период равен 1 десятой секунды. То есть, то, как долго вы крутитесь – 1 десятая секунда. Если вы делаете 10 оборотов в секунду, то один оборот вы делаете за 1 десятую секунду. Или, скажем, вы делаете 5 оборотов в секунду. Период – 1 пятая. Ну и так далее. Иногда интересный момент бывает, что частота – дробное число. Например, вы делаете 0,25 оборота в секунду. Что это значит? Ну, посмотрите. Если за 1 секунду вы делаете 0,25 оборота. Это четверть оборота круглого. То как долго будет длиться ваш полный оборот? Значит, вы сделали 1 – это 1 секунда. Вторая секунда. Третья секунда. И четвертая секунда. Значит, период будет 4 секунды. Ну, так вот это примерно считается. Период и частота – довольно простая тема. Просто иногда она в формулах используется. Вы можете из них достать там время и так далее. Вы можете поделить, например, разные штуки. Длину окружности на период, найти скорость и так далее. О чем мы сейчас поговорим. Значит, угловая скорость и радианы. Смотрите. У вас есть единица измерения градуса. Знаете, вот, например, у вас. Вы продвинулись на 30 градусов. Вот здесь. Но градусы, вот там, 30 градусов, 40 градусов, очень сложно складываются вместе. Не складываются, но сочетаются вместе с длинными. Я бы хотел узнать не на сколько градусов я продвинулся, а сколько метров я прошел по окружности. То есть, вот этот красный кусок, вот этот вот красный кусок. Сколько метров именно я прошел по окружности. Да, и для этого мне удобно использовать такую единицу измерения, как радианы. В принципе, радианы – это, короче, такая штука, которая переводит градус, 360 градусов, в метр. Представьте, что у вас есть окружность с радиусом 1 метр. Тогда длина окружности будет равна 2πr. Так как радиус равен единице, длина окружности будет равна 2π. Получается, 360 градусов, 360 градусов – это то же самое, что 2π метров по окружности с радиусом 1 метр. И вот единицы измерения, вот всякие 2π и так далее, назвали радианами. То есть, сколько радиусов влезает в вашу окружность, ну, или в ваш угол. Вот, например, в любой окружности влезает 2π радиус. А вот в угол 30 градусов, да, в угол 30 градусов влезает π на 6 радиусов. Например, π радиусов – это 180 градусов, π на 3 – это 60 градусов, π на 4 – 45, 2π на 3 – 120, π на 2 – 90. Вы для себя дома попробуйте попереводить и понять. Нарисуйте рисунок, например, 90 градусов. Если все у меня 2π, то четверть у меня π на 2. Да, ну и так далее. Нарисуйте для себя и поймите, что такое радиан. Так вот, в радианах удобно измерять угол. И люди это делают. Более того, люди даже пошли чуть-чуть дальше. Они такие, хорошо, угол удобно измерять в радианах, но, например, я хочу сравнить скорости. Вот у меня есть 2 окружности. Представьте, по ним двигаются, ну, можно сказать, 2 планеты. Я вам говорю, планета первая движется медленнее, чем планета вторая. И спрашиваю, какая из планет быстрее обойдет свой круг? Полный круг сделаю. Но вы не можете мне ответить на этот вопрос, потому что вам нужно сначала посчитать весь путь, который планета пройдет, поделить его на скорость, и только тогда вы поймете, у какой из планет больше период, у какой меньше. Да, поэтому вам сложно это сказать. Люди придумали сравнивать не путь, который планета проходит на данном куске, не путь, который планета пройдет на данном куске, а угол, который планета пройдет на данном куске. Вы согласны, что вот при одинаковом угле они пройдут разные пути? А я бы хотел, чтобы вот моя величина скорости в каком-то смысле была одинаковая. И люди придумали, ну, давайте придумаем такую величину, как омега. И омега у нас будет вот такая формула. Или вот такая формула. Что это значит, сейчас посмотрим. Смотрите. Омега – это угловая скорость. То есть это то, сколько радиан вы проходите за секунду. Не метр, а радиан. Чтобы найти омегу, вам нужно скорость поделить на радиус. Если вы делите скорость на радиус, вы получаете скорость на кусок окружности с радиусом в один метр. То есть скорость на радиан, скорость в радианах. Это вот наша формула. Вы как бы уменьшаете свою окружность в каком-то смысле до единицы. До радиуса единицы. Вы можете соединить, например, угловую скорость с формулой периода. Вот с этой формулой. Помните, у нас просто скорость равна чему? Мы берем 2π, умножаем на радиус и делим на время, которое наша вещь двигается. Но 2π умножить на радиус – это длина пути. Мы проходим целый круг. 2π умножить на радиус – это длина пути. Делим его на период, который нужно, чтобы пройти эти 2π пути. И получаем скорость. А так как угловая скорость – это скорость, деленная на радиус, у нас получается более простая формула. Мы выбираем радиус. 2π умножить на радиус, делить на t, делить на радиус. Радиус исчезает. И получается вот формула. Угловая скорость – это 2π, то есть угол. Угол, который вы проходите, вы проходите угол, если вы двигаетесь целый период, вы проходите угол равен 2π. Вы делите на время, за которое вы проходите этот угол. И получаете свою угловую скорость. Используя угловую скорость, можно переписать формулу для ускорения. Посмотрите, вот здесь. Формулу для ускорения мы переписываем таким образом. Мы берем и говорим. Смотрите, значит, у нас ускорение равно скорость делить на радиус. Это первый кусок. Скорость квадрата делить на радиус. Мы знаем, что скорость – это омега умножить на радиус. Мы просто переделали вот эту формулу. Ну и, соответственно, подставляем. Омега умножить на радиус. Все в квадрате. Поделить на радиус. Когда мы откроем наши скобки, да, у нас будет радиус в квадрате делить на радиус. Но эти вот две вещи сократятся, и у нас останется наша конечная формула. И казалось бы, посмотрите, что очень важно. А равно В квадрат делить на Р. Но в то же время А равно омега квадрат умножить на Р. Казалось бы, две совершенно разные формулы. Они где-то Р сверху, где-то Р снизу. Но реально эти две формулы говорят об одном и том же. Да, это центробежный. Скорее. Они говорят об одном и том же. Но просто мы решили по-другому записать нашу угловую... Ну, мы поменяли скорость на угловую скорость, и нам поэтому приходится изменять чуть формулу. Очень часто бывает так, что угловая скорость вам удобнее для использования и для того, чтобы найти всякие интересные штуки. Да. Ну вот такие вещи вкратце я вам расскажу, чтобы вы знали, как пользоваться угловыми скоростями, периодами, и другими вещами. Да. И в конце концов, если вы сравните, например, вот у вас есть, я вам говорю, угловая скорость 1 меньше, чем угловая скорость 2, вы сразу можете сказать, какой из этих тел пройдет свой круг быстрее. Тело 2 пройдет свой круг, полный круг быстрее. И нам не нужно даже знать, какова длина окружности, по которой она двигается. Нам не нужно знать ни радиус, ничего. Мы просто можем сразу, посмотрев на угловую скорость, сказать, что из них движется быстрее по углу, да, не по скорости. Мы из угловой скорости не можем сказать, у кого из них больше настоящая скорость, скорость-скорость. Но мы можем сказать, какая из них пройдет быстрее свой круг. То есть, например, для планет, мы можем, планета, у которой больше угловая скорость, для нее год будет короче. А для планеты, у которой угловая скорость длиннее, для нее год будет длиннее. То есть, если у вас угловая скорость большая, вы быстро двигаетесь, и год для вас маленький. Такая идея.